Всем привет! Возможно это последнее видео со старого места. Не знаю, успею еще что-нибудь заснять. Будет у меня на это время. Ожидается переезд, новости я публиковал об этом. Ладно, не важно. Давно обещал снять проточилку. Про мой любимый вектор, которым я пользуюсь уже больше двух лет. Меня в принципе всем устраивает. Тем более сейчас он обновился, стал интересней. Давайте начнем, наверное, с новинок. Первое. Филейные зажимы, цельно фрезерованные. Что про них могу сказать? Довольно тоненькие. Минимальный угол, который можно выставить на ноже с шириной клинка около 1 см. Это 12,8 градусов на сторону. Отличаются они довольно серьезно. У них есть парочка. Один недостаток и один нюанс, так скажем. Нюанс заключается в том, что у него винты другие. Отличаются от обычных, от стандартных. Под маленький шестигранник. Поэтому вам придется обзавестись еще одним ключом. Ключ идет в комплекте. То есть, когда вы покупаете зажим, с ним сразу идут винты для крепления с шайбами. Ключ и два запасных винта. Недостаток. Один довольно существенный. Они для таких ножей, для таких, в принципе, они подходят. У которых тонкие обухи, которые узкие, не сильно тяжелые. Эти зажимы можно использовать в паре. А если нож посерьезнее, посущественнее, зажать его получается с трудом. То есть, попытаюсь объяснить. Допустим, вот где-то здесь у вас обух находится ножа. Губки, когда сжимаются, они в этом месте получают контакт. И начинают изгибаться. То есть, вот так расходиться. И из-за этого клинок толком не зажимается. То есть, он шатается, ходит туда-сюда. Надо ловить вот именно ту золотую середину, чтобы он и не слабо, и не сильно, так скажем. Вот одно отличие от губок стандартных. Сейчас покажу. Здесь у нас есть вот такие вот, как-то сказать, волны, зубья, как хотите их назовите. Очень хорошо фиксируют. Вот заодно покажу вам разницу. Сюда можно зажать клинок. Толщиной максимум 4 миллиметра. В эту губку 6,5 миллиметров. Эти зажимают намного надежнее. Я для себя что понял? Что мне их удобно использовать в паре. Оставлять один стандартный. А второй ставить филейный со стороны кончика. Либо даже два филейных можно ставить. И тогда получается, что вы на трех зажимаете. Этот держит более серьезно. Фиксирует прям конкретно. А эти два вспомогательные. И в принципе это интересно. Да, мне это нравится. Ну, если вам это не надо. Если у вас филейники не так часто попадаются. Либо узкие ножи. То, возможно, вы можете и без них обойтись. Ну и плюс мне не нравится то, что у них все-таки разные винты. Хотелось бы более универсально иметь инструмент. Один, который подходил бы к разным зажимам. Еще один нюанс, о котором надо сказать обязательно. Когда я пытался зажать. Ну, вот конкретно вот этот нож. На нем я эксперименты проводил. То погрешность на филейных зажимах при перевороте у меня была 0,2. На стандартных зажимах погрешности нет. Когда использую один зажим стандартный. А один зажим филейный. Тогда погрешности нет. И вторая новинка. Это Г-образные адаптеры. Цельно фрезерованные. Как они работают? Вот по такому принципу. Это вот у меня старые зажимы. Видите, да? Он смещен в сторону от оси. Кстати говоря, вот эти вот зажимы вполне себе годные. И можно ими пользоваться спокойно абсолютно. Ставится. Соединяется. Затягивается. У подобной конструкции есть еще одно неявное качество. Которое, ну, сразу как бы не воспринимается. Потом уже понимаешь со временем. Получается, что у нас сам зажим становится длиннее. Вот на вот это расстояние. Секунду. На 2 сантиметра. Соответственно, клинок зажимается у нас дальше от центра. И можно выгадать на заточке, если вы прям очень остро хотите, на очень острый угол заточить. Можно выгадать приблизительно 1 градус на сторону. Зависит от ширины клинка. Такая вещь иногда полезная бывает. Несколько раз мне уже пригодилось. У меня это все некоторое время находится в работе. Прежде чем снимать видео, я всем попользовался. Составил свое мнение. Заодно покажу вам старые зажимы. Здесь та же Г-образность, что и с переходником. Но стандартная длина. В принципе, можно ими пользоваться. Они вполне рабочие. Ну, а теперь давайте перейдем к самой точилке. Сначала пойду по минусам, благо их не особо много. Первый минус. Во время обдирки, когда мы используем грубый камень, который хорошо цепляется за клинок. Ну, такие большие усилия прилагаем к работе. Точилка иногда норовит завалиться назад. Вперед ничего такого не происходит. Вперед она стоит очень надежно и крепко. Ранние версии хотели как раз вперед заваливаться, которые там наподобие Хепстона были. А у этой вот есть такой небольшой недостаточек. Может быть, если бы платформа была чуть длиннее назад, мы от этого недостатка бы избавились. Я каким образом делаю? Точу я правой рукой. Левую руку кладу снизу и контролирую усилия, которые я прикладываю. Второй недостаток. Ну, такой себе недостаток можно придиркой назвать. Парковка. Мне не очень нравится, что парковка у нас от узла скольжения отдельно. То есть, каждый раз регулируя угол, мне приходится отдельно подстраивать под него парковку. Если бы это все вот как в ранней версии было бы на одном узле, бы все находилось, это было бы удобней. С одной стороны. С другой стороны, она в принципе, она неплоха. Она довольно мощная. Но вот есть у нее такая особенность. Третий минус. Для кого-то минус, для кого-то придирка, как хотите, называйте. Узел скольжения, вот весь целиком. Вот эта регулировка. Она... Я к ней привык уже, как бы мне пользоваться ее нормально вполне. Но кому-то она может показаться не очень удобной. То есть, она вот здесь у нас барашком откручивается. И мы выбираем, нужный нам угол выставляем. Порой, когда приходится ловить там какой-то градус, это начинает нервировать. Если бы это можно было делать при помощи подъемной рейки, при помощи зубцов, это было бы, наверное, эффективней, удобней. Вроде как что-то такое разрабатывается. Возможно, появится. Скоро у меня информации по этому поводу нет. Где-то что-то слышал, сам не спрашивал, особо не интересовался. Но если появится рейчный подъемник, мне кажется, это будет плюс в копилочку. С другой стороны, тонкая подстройка выполнена хорошо. Я ей пользуюсь довольно редко, но когда пользуюсь, у меня она доставляет удовольствие. Здесь насечка довольно интересная. Не то, что интересная, хорошая, удобная насечка. Можно очень точно настраивать угол. Ну и хотелось бы, чтобы вот этого не было еще. Елузини. Чтобы он стоял все время параллельно рамке. Четвертый минус. Я не знаю, как это объяснить и как это работает. Зажим. Когда он встает приблизительно вот в этой части рамки, он спокойно затягивается руками. И у него нет люфта. Встает четко, хорошо, надежно. Но, как только мне надо передвинуть его вот сюда, ближе к концу, либо наоборот, в эту сторону, ближе к концу, то затянуть его надежно, чтобы он не люфтил, не получается. Приходится прибегать к помощи пассатиш. Это странно. Почему так происходит? Я не очень понимаю. Также, возможно, к минусам надо отнести небольшое удешевление конструкции. Вернее, даже не конструкции, а обработки деталей. Про что я говорю? Что я имею в виду? Вот здесь вот, допустим, у нас это анодирование или краска. Что это такое? Анодирование, скорее всего. Если вот здесь, вот сверху, тут, ну, такой хороший черный цвет, да, довольно плотный, то здесь видно, что он такой бледный какой-то, больше к фиолетовому. То же самое на внутренних поверхностях. То же самое вот здесь вот на стойке снизу. Видно, что за счет этого удешевлялась конструкция. Ну, и как бы, с одной стороны, это рабочий инструмент, на это особо можно внимания не обращать. А с другой стороны, общее впечатление это немножко портит. Также хотелось бы видеть какой-то, я не знаю, как это назвать, отсек для хранения ключей, которыми мы затягиваем зажимы. Я их просто вот тут у меня есть сзади отверстие. Пробовал присобачить магниты. Снизу вот сюда их лепил. Ну, мне не понравилось они, то есть, получается, снизу где-то там ключи. Вот так удобнее. Вот как они у меня сейчас расположены, болтаются тут. Когда один был ключик, вообще для меня это было несущественно. Когда два стало уже, ну, чуть-чуть напрягать начало. Самую малость. Теперь давайте перейдем к плюсам. Первое, чего хотелось бы коснуться, это относительная компактность. Ну, как мне кажется, для точилки такого класса, такого уровня, с такими возможностями и характеристиками, она довольно компактная. При этом у нее еще складные ноги. Можно сложить, можно ее разобрать. У нее поворотный узел довольно компактный. С тем же, допустим, профилем по размерам, по габаритам, по количеству деталей ее сравнить, мне кажется, вектор все-таки выигрывает. Второе, довольно важно, мне кажется, это ее цена по сравнению с конкурентами. Ее функционал оправдывает ее цену полностью. Мне кажется, вот сколько она там сейчас, 15, по-моему, с чем-то тысяч стоит, вот именно в такой комплектации. Ну, это сейчас вполне вменяемые деньги. Если еще посмотреть, сколько стоят другие точилки, там, кастомные, я не знаю, фабричные, любые. Далее. Третье. Чего я не видел у других, это вот этот наклонный узел, когда можно регулировать точилку под себе. Я настроил, у меня 14 градусов. Мне этого вполне достаточно. Сначала пробовал ставить прямо, чтобы параллельно столу находились губки. Мне не понравилось два нюанса. Первый нюанс, так как у меня падает свет, я не видел подводы, что происходит на подводах, не понимал, сложно было, хоть в лупу, хоть глазами. И второе, когда на финише особенно скользкие камни, да, тем более, что я с маслом работаю в основном, абразив, бывало, просто съезжал, падал. Пару раз я чуть не закосячил всю работу. Когда я чуть-чуть приподнял, еще раз повторю, 14 градусов, все встало на свои места. Но появился другой нюанс. Особо жидкие сожи, например, ВД-шка бывает, иногда затекает вот сюда вот, под губки. И после каждой заточки приходится очень тщательно ватными палочками со спиртом вычищать все внутри, чтобы, не дай бог, туда не попал какой-нибудь абразив. Пятый плюс. Но об этом я уже вскользь сказал, так быстренько. Тонкая настройка угла работает хорошо и точно. Шестое. Это разнообразие зажимов. Сейчас есть цельно фрезерованные, вполне хорошего качества, которые мне устраивают, всем нравятся. Сюда спокойно абсолютно зажимаются клинки со спусками от обуха. Вообще никаких проблем. Держится четко. Если что-то вам не нравится, если вы хотите дополнительной надежности, наклейте скотч малярный на клинок, ниточки подложите. Куча разных есть способов, рецептов. Я этим всем не пользуюсь. Просто зажимаю и занимаюсь своим делом. Седьмое. Вот этот вот отросток мне очень нравится. Сюда классно ставится угломер. При этом вот эта часть станина, она металлическая. Вернее, не металлическая, скорее стальная. То есть она магнитится. Угломер прилепил сюда. Он четко встал. Я обнулился. Потом обнулился на клинки. При помощи вот этого пятачка. Тоже хорошо придумано. То, что можно, во-первых, спокойно регулировать и затягивать. Одновременно площадка для угломера. И винт. Который позволяет сюда ставить разные абразивы. Они бывают нестандартные. Помимо длины 150 мм и 200 мм, бывают еще всякие природные камни, которые не туда и не сюда. И вот именно при помощи вот этой регулировки можно нивелировать длину камня. И восьмое, чего хотелось бы коснуться, это минимальные погрешности. Что на губках при перевороте, что на регулировке. Сделано все довольно точно. Хоть в некоторых местах и топорно, но точно меня устраивает. Девятое. Поворотный узел. Я уже сказал про то, что он довольно компактный, малое место занимает. Он при этом умеет еще и дичайший ресурс. Прошлый поворотный узел, я сколько им не пользовался, и я выработки не заметил совершенно. И здесь то же самое. Гайка находится на самом начале винта, вот этого осевого. Тут вот даже еще углубление есть. То есть, тут у нас порядка двух сантиметров, на то, чтобы подтягивать. Вот посмотрите вот сюда, сколько еще есть места под выработку. При этом я уже заточил на новой точилке, ну, наверное, больше сотни ножей. И поворотный до сих пор работает туго. В самом начале. У него реально дичайший ресурс. Я не знаю, смогу я его когда-нибудь выработать или нет. Ну, если смогу, значит, поменяю. Либо, возможно, что-то новое появится. Давайте, наверное, потихоньку переходить к выводам. Я говорил уже много всего. Какие бы хотелось сделать выводы? Если раньше это был клон, там, хабстоуна, да, зажимы были, допустим, стырены, скорее всего, даже, наверное, не стырены, это неправильно, это заимствование идей, скорее всего, так. У профиля. Поворотный, это, наверное, эфимовское изобретение. То потом начали появляться свои идеи. То есть, вот такой вот подставки. Я не видел ни у кого. Вот такой станины я тоже не встречал, чтобы она именно вот в таком виде была. Узел скольжения, мне кажется, тоже всё-таки, ну, продуман уже своя идея. На него ещё надевается механический угломер. Мне он не нужен, я им не пользуюсь, поэтому я его снял. У меня его даже нет. Да, это хорошая, такая кондовая, мощная точилка, довольно недорогая. Ещё мне очень нравится обратная связь. Под видео я оставлю ссылку на магазин, на официальный магазин точилка Вектор. Можете туда перейти, посмотреть, сколько сейчас стоит, какие актуальные цены на зажимы, на отдельные узлы, на точилку в целом. И снизу есть обратная связь, есть контакты Ватсап. А, и ещё оставлю ссылку на группу в Телеграме. Там тоже есть представитель этого сайта, вернее, это один и тот же человек, который очень охотно идёт на контакт, предоставляет разную информацию, какую надо, отвечает на вопросы, на практически, на любые. Мне этот человек симпатичен, мне с ним общаться нравится, так скажем. Взвесил специально, информации что-то нигде не было. целиком в сборе, без камней, без зажатого ножа, там, без всего, вот просто, вот как есть она сейчас. Точилка весит 3,8 килограмма. Хотелось бы всё-таки, я не знаю, будут смотреть меня, прислушиваются ко мне или нет. Хотелось бы сюда каким-то образом присобачить реечный подъёмник. В той же группе в Телеграме некоторые люди это делали, по-моему, от профиля сюда проделывали отверстие, каким-то там образом чего-то колхозили. Короче говоря, реечный подъёмник сюда ставили, но хотелось бы, чтобы это сделал производитель. Ещё одно маленькое, маленький рефлекс, который я выработал, и всё никак не могу от него избавиться. Раньше, на старой, вот этой вот подобии Хабстоуна, да, которая вниз была, станина была шире, и при перевороте я себе несколько раз вот так вот палец закусывал, прищемлял в этом месте, и привычка у меня это осталось, до сих пор боюсь, что я себе палец здесь прикушу. Вот она сила привычки, как работает, насколько она живучая, и насколько хорошо она вам въедается в мозг. Так, ничего ещё? Это, наверное, всё, что я хотел рассказать. Если что-то, какие-то вопросы у вас остались, пишите в комментарии, задавайте их, я отвечу. Больше, наверное, пока рассказать нечего. Нюансы повыдавал, всякие разные. Ну и всё, будем на этом заканчивать. Кому ролик понравился, ставьте палец вверх, кому не понравился, вниз. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok